Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач-нарколог и специалист в области регрессивной психотерапии Валентина Сергеевна Чупятова. Мы сегодня говорим о подростковых зависимостях. Валентина Сергеевна, за время небольшого перерыва к нам поступили звонки. Давайте послушаем первый звонок телезрителей и продолжим наш разговор о том, о механизме возникновения этих зависимостей и, в конце концов, как же с ними можно бороться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, у нас семья такая довольно спокойная, и у нас растет внук. Все было хорошо до момента, как он пошел в школу. И сейчас он стал замкнутый, естественно, агрессивный. И сидит вот в интернете с утра до вечера ни с кем. У него ни бабушка, ни дедушка, тем более родители, ни с кем он не общается. Вот что нам делать? То есть у вас проблема с компьютером? У нас проблема с внуком. С внуком. С внуком и с компьютером. Да, но вы вот просто говорили о том, что вот идет зависимость. Но вот он стал, или у него меняется характер, или еще что-то. Ему 12 лет. Был замечательный, хороший мальчик. Спасибо, спасибо. Вот, Валентина Теревна. Да. Был замечательный, хороший мальчик, а в 12 лет стал замкнутым и весь в компьютере. Вот я сейчас хочу сказать, кто с этим обращается, кто волнуется? Бабушка. Но не сам внук, правильно? Не он нам звонит. То есть не причина, а следствие, да, бабушка? Она испытывает душевный дискомфорт. Что тогда это? Проблема бабушки? Она испытывает душевный дискомфорт. Поэтому на сегодняшний момент это проблема бабушки. Когда ко мне обращаются в таком случае, я говорю, вы обращаетесь? Да, но у меня все в порядке. Я такая, я хорошая. Вот. Я не хочу, чтобы он. А я говорю, дело в том, дело в том, что вы являетесь, да, как бы частью своего внука, а внук является вашей частью. Вот ваше энергоинформационное поле сейчас негативно, оно возбуждено, и у внука не в порядке. И вот вы, когда стараетесь ему помочь, ваш негатив накладывается на его негатив. Это происходит не на уровне сознания, а на уровне вот этого бессознательного. И внук чувствует, что вы, желая помочь, помочь ему не можете, потому что сами не окей. Что же надо делать? Вот я как раз и закончила первую часть тем, что вот существует так называемая психологическая интервенция родителей. Вот психологическая интервенция родителей, это тоже как бы прием, это в официальной медицине. Он заключается в том, что подключаются родители, они начинают читать нотации, ломать компьютеры, выдергивать из сессии и все прочее, да. А ребенок иногда, да, реагирует так, что вы знаете, что бывают даже суицидальные попытки, да. Или сам, или родители. Есть конкретные истории, когда после того, как отключили компьютер, пошли и распрощали жизнь. Да. Поэтому я всегда в этом случае говорю родителям, которые ко мне обращаются, давайте начнем с вас. Когда мы уберем ваш негатив, да, и вот ваше, так сказать, неприятие этого процесса, вы станете абсолютно спокойными, абсолютно уравновешенными и понаблюдаете, что будет с вашим внуком. То есть это, наши дети, это как наше зеркало, получается. Что у нас... Потому что вы находитесь в одном энергоинформационном поле, не в одной комнате, где стоит компьютер, а в одном энергоинформационном поле. Начните. Все есть энергия. Как сказал Планк, наш знаменитый, не наш, а немецкий знаменитый физик, да, физик. Вот. Все есть энергия. Поэтому давайте будем мир ощущать как энергию. Если мы это будем, то у нас может все получиться. Если мы будем себя отождествовать только как с телами, что мы тела, а не энергоинформационное начало, у нас будет очень долго с наркоманией и с игроманией вестись вот такие переговоры, которые ни к чему не приведут, потому что мы не видим причины, да. А потом потихоньку та же бабушка, когда она пройдет регрессии, то она увидит, что она когда сама-то увлекалась. То есть сама натура увлекающаяся. Картишкой, картишкой, игрой, картишками и так далее. И когда она уберет вот это, да, то внук-то вдруг немножко выздоровеет. Вот как интересно мы устроены. Да, действительно интересно. То есть мы с вами плавно перешли к причинам, да, появления зависимости в жизни подростков. Ну, все мы родом из детства, как мы любим говорить, поэтому проблема взрослых людей, они, это нерешенные детские проблемы, по сути дела. А нерешенные детские проблемы, это проблемы, которые не решены в прошлых жизнях. Да, или проблемы родителей. Да, да, или проблемы родителей, потому что они тоже, так сказать, участвовали в его жизни, в прошлых жизнях. Он, может быть, тоже с ней играл в карты. Я уже говорю вам, вот картина Карападжа, шуферы. Может быть, они в прошлой жизни играли в картишки-то с бабушкой только. И были в одной команде, да? Да, в одной команде. Ну, я так говорю, это грубо, это для понимания, для того, чтобы публика поняла. Конечно, не всё так однозначно, это не так всё прямолинейно. Это наше сужено-земное сознание хочет получить какой-то ответ. Раз, два, три. Объяснить на себе. Там, в регрессионной терапии, там другие законы. Там нужно иметь немножко более расширенное сознание, чем многие из нас имеют. А мы находимся на второй ступени до сознания. А нужно будет добраться до седьмого. До седьмого доберёмся, так мы вообще-то, наши эти компьютерные игры и наркотики уйдут в небытие. В небытие, в небытие, конечно. Ну, говорят, что когда-то люди обладали такими уровнями, да, и могли справиться с тем, что происходило в жизни. Да, ну, таких людей-то Вивиканда, потом Будда. И седьмой-то этот ступень, это не так быстро туда доберётся. Конечно. Конечно. Итак, если вот всё-таки поговорить о том, каковы причины, вот перечислить их так, чтобы наши телезрители и родители могли понять и увидеть свои истоки проблем своих детей, и как работает механизм в той или иной зависимости. Или все зависимости одинаковые. В одной из программ у нас, так сказать, был врач-психотерапевт и психологи. Многие психологи сходят на то, что все зависимости, в принципе, они одинаковые. Достаточно страдать одной, и эта одна может переходить потом в другую. Допустим, исчезает у человека зависимость от курения, но она заменяется, не знаю, зависимостью, не знаю, там, может быть, от спортзала. Такие зависимости сейчас тоже есть. Но они есть, они не так. И многие специалисты советуют от такой крайне негативной зависимости, допустим, от алкоголизма, зависимости от алкоголя, заменить её другой зависимостью, более приятной и нужной, полезной для организма. Но, как я понимаю, психологическая проблема возникновения этой зависимости, она остаётся. Как вы относитесь к этому взгляду? Нет, я соглашусь с коллегами, которые у вас присутствовали. Значит, если вот, например, наркоман, да, вдруг он становится алкоголиком, это называется векарное заместительство, это есть всё, это есть уже всё, да. Ну, конечно. То есть сам механизм, кажется, из плохого, из очень плохого, в плохое, да, но уже и то радость какая-то, да. А из плохого уже в не очень плохое. А из не очень плохого, ну, совсем уж прямо вот. Ну, дело в том, что сейчас вот наше правительство, оно очень активно работает над проблемой лечения наркоманов, алкоголиков. Вот сейчас проходит такая акция бивитролотерапия. Это препарат, который является эффективным довольно, да, для лечения этих двух нозологих заболеваний. Но стоимость одной ампулы 20 тысяч, наркоману требуется 12, значит, 240 тысяч или сколько-то, да, в год на одного наркомана. Вы посчитайте, сколько это будет, да, но наше правительство всё равно на это идёт, да. То есть вот если вивитролотерапия плюс психотерапия, можно получить хороший результат. Можно и вивитролотерапию поменьше делать, если выйдете на хорошие результаты при психотерапии. Хорошо, вот если мы пойдём по самым основным зависимостям, да, вот каковы их особенности и причины? Где это всё-таки? Это проблемы детей, проблемы родителей, или это, вот как вы говорите, энергетическая память? Вот у нас есть ещё один звонок, мы послушаем его. Может быть, давайте вопрос? Давайте послушаем тогда звонок и продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос, вот вы говорили сейчас про различные зависимости, но ни слова не сказали о такой зависимости, как относительно влюблённости, а зависимости от человека. Бывают же такие случаи, когда и общество этого человека может влиять как-то негативно, а у тебя какая-то нездоровая желание, потребности в обществе этого человека. Спасибо. Но мы не очень затронули эту тему, потому что мы говорим о детской или подростковой зависимости. Но они тоже влюбляются, и даже более того, влюбляются, и Ромео и Джульетта, и кончают жизнь, так говорится, не так, как надо. Да, я читала на эту тему очень хорошую, очень интересную статью, что как раз вот Ромео и Джульетта, вот это тот самый вид зависимости любовной, который негативный. Но на этом построена вся наша литература, живопись, боже мой. Ну, очень спасибо за вопрос, потому что вопрос очень интересный. Дело в том, что такое любовь. Любовь – это, конечно, положительные чувства, как правило, да? И почему возникает вдруг конкретному человеку именно вот вы шли по улице – а! и он, да? Да. Или вы пришли в компанию – а! она, да? В чем дело? Мы раньше говорили, что дело в феромонах, то есть в специальных запахах, которые привлекают друг друга. Но иногда эти феромоны, она идет на той стороне улицы, а я на этой, до феромонов. Или во время спектакля какого-то со сцены он видит актрису и влюбляется в нее. Но совершенно четко, вот у меня большущий материал, самый большой, я не знаю какой, может быть, я так утрирую, но имею в виду процентное соотношение того, что я имею, значит, четко, абсолютно. По этой теме? Да, по теме. Мы влюбляемся в тех, которых уже раньше в прошлых жизнях встречали. И наше бессознательное об этом помнит. И как только наше бессознательное, не наше сознательное, а наше бессознательное встречается с этим, хоп, и вы зависли. И не знаете почему. Вы даже не можете объяснить. У нее и ноги-то кривые, и глаз-то не тот, и прочее. Та поговорка, когда говорят, что любовь зла. Да, да. А я влюбился. Вот так. Други говорят, да ты что, она такая. А он все равно. Вот. Это вот такой механизм имеет вот такая, будем говорить, ну, если... Энергетическая, получается, память. Да, энергетическая, да. Энергетическая память. Вот такая. Как от этого избавиться, если вам это дискомфортно? То есть вы понимаете, что вы не можете отвязаться, отвязаться грубо, да, от этого чувства. Это хорошее и точное слово, отвязаться. Почему? Потому что человек, ты привязан к этому человеку. Конечно. Ты к нему просто привязан. Это называется навязчивое состояние. Да, вот. В медицине все запрещено. Отвязать. Да, оттуда вязать, да. Это все делается очень просто. Вы приходите к регрессионному психотерапевту, только к врачеву, не к психологу, потому что многие психологи, закончив 8 месяцев обучения, начинают лечение, да, творчество свое. А так как они не клиницисты, они не видят корешка-то, они не видят понимания, не понимают процесс. Ну, опыта еще недостаточно. Да, и опыта недостаточно, да, и опыт лучше им не приобретать, потому что лучше все-таки идти к клиницисту. Так вам клиницист покажет, да, вы откройте свой компьютер, откройте файл на данную конкретную особу, да, в которую вы влюблены, вы просканируете, да. То есть вам помогут просканировать? Да, да. Вы сам просканируют. Просто, ну, это простая методика. Вы же все не делали, вы сканировали. Да, мы попробовали, да, сегодня. Вот, значит, просканируете, значит, все ваши эти встречи в прошлой жизни к данным конкретным человекам. Вы поймете, да, что у вас были там такие чувства, что у вас было тоже чувство неприятия к этой любви. И когда вы поймете, что это не здесь и сейчас с вами случилось, а случилось там, то у вас это ощущение пройдет. Более того, наш биокомпьютер устроен Всевышним так, что отрицательные, да, негативные эмоции перерабатываются в положительные. И у вас будет чувство комфорта. И вы еще в кого-то влюбитесь. Ну, может, уже любовь другого характера. Тут все зависит от того, что у вас было в прошлой жизни. Может, вы влюбились там в эту самую, в Бабу-Ягу, которую, я так грубо говорю. Получается, что можно прервать вот эту цепь. Конечно, конечно. Негативного. Для себя надо, вы понимаете, в чем дело? Человек совершает самое большое преступление по отношению к себе, когда уходит из этой жизни, так и не осознав себя энергоинформационным началом, а только телом. Мы все сюда приходим. Какова смысл, какая цель нашей жизни? Почистить свой биокомпьютер, убрать этот негатив. И больше ни для чего. Другое дело, через что мы это делаем? Там посадим дерево, родим ребенка, построим дом. Но самое основное – почистить свой биокомпьютер, убрать весь негатив, ну, хотя бы на 10%. За всю жизнь можно не так много убрать, но хотя бы на 10%. И у вас сразу расширяется ваше земное сознание, оно не сужено. Вы не кричите, не понимая ни почему, а что это такое. Вот так. И тогда получается, что подростковые зависимости – это тоже загрязнение своей энергетики. Он не стал здесь наркоманом. Он уже родился с этими, да, какими-то программами. Другое дело, что они как бы выкристаллизовались, это уже другое. Какие кнопки здесь были нажаты. Или семья пьющая, или там еще что-то, еще что-то. Хорошо. Почему мы сегодня говорим вот об этом возрасте подростковом? Потому что в этот период все начинается, проявляется. И заканчивается. Они рано наркоманы погибают. Нет, так можно и закончить в этом возрасте в хорошем смысле, да. То есть правильно взяться за это дело, да, узнать причины. Можно же и закончить, если вовремя, если не пропустить этот период, правильно обратить внимание. Потому что мы не говорим уже о том, как это происходит во взрослой жизни, потому что это уже следствие. Это следствие. Следствие того, что это было упущено в возрасте ребенка, подростка и так далее. Хорошо. Что можно сделать, Елена Сергеевна? У нас такая третья часть программы начинается, где мы должны показать телезрителям, какие возможности регрессионной психотерапии. Она у вас называется регрессионная позитивная. 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 Реабилитация. Да. Вот. Именно реабилитация через прошлые жизни. Это называется, да? Вот через прошлые жизни. То есть, да, мы получаем позитив, пропуская через негатив прошлого, переписывая прошлое. Очищаем, да. Да, переписываем прошлое, а переписав прошлое, мы делаем настоящее. По идее, мы путешествуем по своей энергетике, да? Совершенно верно. Которое в нас заложено, вот мы путешествуем и смотрим, заглядывая в какие-то темные уголки, высвечивая их, понимая откуда, какие причины. Хорошо. Есть ли какая-то разница, если у ребенка зависимость, допустим, компьютерная, вот, или он, не знаю, там, постоянно красит себе волосы каждый день, то в розовый, то в зеленый, то в разные цвета, и родители не знают, что делать. Или это зависимости подростка или ребенка от телевизора, да, сейчас есть гаджеты, селфи, считают тоже чуть ли не заболеванием века. Да, селфи эти. Спайсы, ну, спайсы все-таки разновидность химической зависимости. Ну, спайсы это очень серьезно. Да, да, это серьезно. Сейчас спайсы уже все запрещают, потому что спайсы вызывают тоже разрушение, это самое, потому что эти спайсы, кроме того, что их основа, этих спайсер, это как бы благовоние, да, в них закладывают и морфи, и продавцы, и там кусочки немножко того и сего, и он так, они также разрушают. Хорошо, вот если говорить, да, о компьютерной зависимости, зависимости от телезависимости, там, еще какие-то игровые вещи, гаджеты, мобильные телефоны, да, вот, есть какая-то разница в происхождении, в причинах и в том, как с этим справиться? Допустим, если у ребенка, там, старший сын, у него компьютерная зависимость, а у младшей дочки, там, зависимость от мобильного телефона. Это разные вещи, или это все-таки... Ну, они в вашей жизни здесь старше и младше, а в прошлых жизнях они были абсолютно в разных категориях. Но дело в чем? Дело в том, вы хотите сказать, подход к лечению одинаков, одинаков. Одинаков, да. Вы отталкиваетесь от состояния, да, душевного состояния конкретного человека здесь и сейчас. И неважно, кто он, наркоман, алкоголик и т.д. и т.п., да, вы работаете с тем материалом, который к вам пришел. И здесь не нужно и так, и сяк. Вот он материал. И вы работаете. Что делать родителям? Что вы им посоветуете? Вот как? Какие шаги предпринимать, если они заметили, что что-то не так в жизни ребенка? Ну, там, на любой стадии. Или хотя бы на начальной, давайте. Ну, если они заметили, что с ним что-то не так, что он как бы... Много сидит за компьютером. Много сидит за компьютером. Много сидит за телевизором. Курит. Курит, да. Потихонечку. Или странно поведение изменилось. Может быть, там что-то другое. Ну, вот что касается, скажем, наркомании, то есть такой тест, да, в моче, да, когда просто полосочку и видно, принимает он наркотик или нет, да. То есть что-то тайно сделать? Ну, вы знаете, можно поговорить, скажем, ты знаешь, у меня вот такое впечатление, что ты какой-то не такой. Вроде бы алкоголем от тебя не пахнет, и вот ты немножко вот плаваешь как бы не в настоящем времени. Давай, ты наркотиками не употребляешься. Не-не-не-не-не. Слушай, давай вот это самое. Не-не-не-не-не. Да, конечно. Всё. То есть уже стоит задуматься, что-то там не кажется. Ну, можно полосочку не отпускать. Не опускать. Хорошо. Какие ещё вот что? Мы должны подвести итог нашей программе. Понятно, что тема очень серьёзная, очень глубокая, и понятно, что нужно идти на приём к регрессионному клиническому врачу, психотерапевту. Тем не менее, что вы посоветовали родителям? Я ещё раз говорю, что человек лечится тогда, когда у него есть намерения личные. Но дети ведь ещё могут этого не понимать. Сами дети. Эти дети говорят, не хочу. Я хочу сидеть за этим самым компьютером. Не хочу. Я хочу принимать наркотики. И всё, отстаньте от меня. И вообще я ушёл, и вы мне никто. Значит, я ещё раз повторяю. Нужно начинать с родителей. То есть нужно приходить. Ещё раз говорю, нужно начинать с родителей. Они работают в одном энергоинформационном поле. То есть если родитель сделает себя, он окей, да, у него всё в порядке в этом плане, да, он убрал много своих, да, негативов, да, то он вдруг увидит, что ребёнок стал поменьше за компьютер садиться. Хотя ещё с ребёнком никто не занимался. А если и папаша, и мамаша, и бабуля все вместе, так сказать, поработают над процессом, да, вот эта интервенция, так называемая, психологическая, но она вот такого плана, не вот эту ду-ду-ду-ду-ду, он их не слышит. Он, понимаете, он слушает, но он их не слышит. Потому что я ещё раз повторяю, что его бессознательно понимает, что они сами не окей. Что они себя спасают, они его спасают, потому что им дискомфортно. Конечно. Получается, что если ребёнок отказывается, не выказывает желания как-то изменить, значит, нужно прежде всего родителям начать с себя. Да, но вся суть-то в том, родители начинают юлить. А я у меня всё в порядке, а я белый и пушистый, а я то, а я сё, а сам подкуривает где-нибудь, а там ещё что-то подпевает, а парень играет в компьютер, и он, так сказать, ясно. Ну что ж, Дертина, я думаю, что вы очень заинтересовали наших телезрителей тем, что эту проблему очень насущную и достаточно острую, можно всё-таки, она решаема. Надо только захотеть хотя бы родителям. Вот одну только мысль, которую я хотела бы донести этой передаче. Родители, начните с себя. Прекрасно. И больше ничего. Потому что звонки, звоните вы, значит, это ваша проблема. Осознайте, что ребёнок находится в вашем энергоинформационном поле, что вы своим негативом ещё больше, да, заставляете его идти в его негатив, когда вы проработаете это пространством. Всё есть энергоинформация, это надо понимать, да, тогда вы увидите результат. Конечно. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Ждём вас ещё раз в нашей студии, поговорить на более серьёзные вопросы. Дорогие друзья, ну что ж, любите своих детей, начните с себя действительно, тогда и в жизни наших детей всё изменится в лучшую сторону. Помните об этом ещё, о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет Нить Ариадный, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы.